Галина, я слушаю вас постоянно, но иногда какая-то тема, и я заметила, у меня бегут мурашки по определенным участкам тела. Почему так? Есть такое понятие, как помазание. Знаете, бутерброд помазан маслом. Не помажешь, не подъедешь. Эта тема уже такая более взрослая, знаете, в рамках ТикТока все-таки стараешься давать молочко, а эта тема уже для тех, кто на мясо пошел. Потому что многие из вас просто духовные младенцы, вы еще размышляете, как младенцы, и вас молочком надо поить. Поэтому даешь тему, как для младенцев. А потом младенцы уже должны есть мясо. В Библии говорится о том, что уже хора есть, молоко, пришло время есть мясо. Так вот, тема помазания – это тема уже более взрослая, потому что мы начинаем кое-что до нас доходить. Мы начинаем уже понимать, что я все-таки в роли ученика, потому что многие из вас здесь умничают и пытаются меня сломить или как-то там. Поэтому я тоже стараюсь не умничать и стараюсь вам давать все-таки пока молочко. Зрелая пища – она для зрелых. Так вот, тема помазания, когда на Иисуса сошел Христос, Дух Святой, сошла эта сущность, и она помазала его. И она помазала его. То есть был Иисус, был обыкновенный сын Столяра, или кто-то там был. И в какой-то момент на него сходит Дух Святой и помазывает его на миссию. Помазывает. То есть в 90-м псаломе написано «под кровь всемогущего ты покоишься». Это, условно говоря, яйцо, и вот курица на него садится. Вот точно так же 90-й псалом говорит, что под крыльями его ты будешь безопасен. Крылья. То есть, условно говоря, Дух Святой сейчас на мне, и я внутри него. Поэтому там зависти и все остальное, стрела летящего днем не прикоснется ко мне, язва, выходящего во мраке, не прикоснется ко мне. Это уже обетования пошли. Поэтому вот эти мурашки – это когда уже действие Святого Духа начинает вас настигать. Вы начинаете уже где-то пробуждаться от каких-то плотских восприятий, начинаете понимать свои ощущения, которые вырезают в виде мурашков. Некоторые мне пишут, что после вашего просмотра рвота началась. Что такое рвота? Это освобождение от каких-то токсичных моментов. Кто-то говорит, я вот сегодня ночью проснулся и прямо понял, что мне дышать легче стало. Это называется помазание. Помазание Духа Святого, потому что я тоже помазана Духом Святым на служебные действия. И моя миссия в этом заключается. Еще когда мне там было 15... Духом Святогорзона.